Дело в том, что ситуация на рынке складывается таким образом, что наши основные покупатели, это мелкие индивидуальные покупатели, которые имеют одну, две, три точки в связи с ситуацией на рынке, начали закрываться, и ОК постепенно у нас перестал переходить в розницу, потому что розница — это более надежный сбыт нашего товара и более стабильный. Да, так у вас эти 19 в собственности или частичные? Частично в собственности есть магазины, их пять, значит, мы покупали квартиры жилые, переводили их в нежилой фонд, делали ремонт, и вот сейчас, получается, отсекаем еще одну зависимость от арендодателя. И площадь их в среднем? От 40 до 100 метров в среднем. Хороший формат уже. Оксана, скажите, вот ситуация, когда начала меняться, то, что мы сейчас наблюдаем, когда начались эти изменения, вот вы почувствовали, и как они происходят в взаимоотношении с поставщиками и с покупателем? Вы как между ними находящиеся? Вы имеете в виду кризис? Да. Или его не называют кризисом у нас, все нормально? Ну, на самом деле, это кризис, потому что мы на себе очень его чувствуем. Наши покупатели оптовые, им вообще очень тяжело приходится, и нам в том числе, потому что цены у поставщиков то поднимаются, то опускаются. Никакой стабильности нет, никакой уверенности в завтрашнем дне нет. Вообще, да, нет, вообще нет. Есть, конечно, ряд поставщиков, которые как могут поддерживать нас. Где-то тормозят поднятие цен, где-то предупреждают заранее о поднятии цен, чтобы мы могли среагировать, подготовиться. Поэтому есть, но есть поставщики, которые просто спекулируют сейчас на рынке. Сначала поднимая, потом опускаются. Мне кажется, это даже не обоснованно. Вы тогда уже задумываетесь, не поменять ли вам полностью. Да, да, да. Хорошо, вот люди, здесь производство есть в Уфе, на чем люди живут? Где зарплата, средняя зарплата? Сколько получают доходы? Средняя зарплата, я думаю, от 15 до 30-40 тысяч. У нас основное производство в городе нефтеперерабатывающие и химические заводы, где средний уровень зарплаты где-то от 50 тысяч. Также торговля. Ну, как изменилось поведение покупателя? Что он говорит в связи с этими изменениями? Покупатель сейчас осторожничает. Очень осторожно делает ЗАГ, считает деньги, так как тоже не уверен в завтрашнем дне. Сейчас, конечно, средний чек упал и вообще количество покупателей резко сократилось. Ну, если в процентах приблизительно хотя бы штукат за год упало на 10%, на 20%. Вы знаете, интересная статистика, что в Уфте у нас произошло падение в два раза. Вот, весной, так как сезон основной начинается весной, а в рознице идет прирост. В рознице идет прирост где-то от 10 до 20%. Может быть, это... Деньга. Может быть, это как раз связано с повышением цен на вот эту цифру. То есть, спада пока в рознице вот такого резкого нет. Но мы делаем для этого все. Стараемся где-то очень плавно поднимать цены. Где можем вообще, не поднимаем. Где у нас есть какая-то подушка безопасности, там мы стараемся вообще цены оставить пока старыми. Вот, чтобы не смущать покупателей, не отталкивать от... И делать резких движений, да? Да. С вашей ценовой аудиторией. Ну, а в дальнейшем вы планируете, что делать? В этот период можно рассматривать негативный, полгода, как говорят некоторые, некоторые говорят, 6-7 лет. Вы на что рассчитываете? Как вы будете действовать дальше? Ну, мы надеемся сейчас немножечко поменять свой ассортиментный портфель. То есть, основные группы оставить. А где-то что-то... Группы поставщиков. Да. Поставщиков каких-то поменять. Где-то добавить ассортимент. Ни в коем случае не сужать. Ни в коем случае. Просто может быть одно заменить на другое. Не обязательно, что это будет более дешевый товар. Может быть, наоборот, более дорогой сегмент переходить, чтобы... Чтобы хотя бы привлечь новую публику в свои магазины. Это может быть та публика, которая идет еще с более высотой пищи. Хороший, качественный товар по адекватным ценам. На них ориентироваться. Как конкуренция чувствуется в городе? Сильно чувствуется конкуренция? Я вот посмотрел по списку в интернете, собирал, что в Уфе очень много магазинов. Только вам те, кто в информационном пространстве, присутствуют более двухсот. Сколько их еще? Конкуренция сильная. На рынке конкуренция сильная. И сейчас можно выжить только за счет действительно ассортимента какого-то нового. Потому что ассортимент очень часто повторяется. У всех он примерно одинаковый. И вот сейчас надо заниматься тем, чтобы изыскивать новых каких-то поставщиков, новый товар, чтобы, как говорится, одевать людей во что-то новое. Ну, да, новинки, нишевые товары. Но все современные маркетологи, кто занимается маркетингом, настаивают на одном. Пляшем от клиента. Что ему надо? Каким образом? То есть, не только привезти товар, это, в общем-то, вторичный теперь, а вот понять, что хочет покупатель, что ему сейчас надо. Вот как с этим быть, как разобраться? Что ему надо этому новому потребителю, новых условиях, потребителю нового условия? Знаете, мы очень часто проводим обучение продавцов. И собрания какие-то, на которых мы обсуждаем. Вот у нас есть группа магазинов, хотя вот 19 магазинов, ассортимент везде примерно одинаковый. Но у нас есть люди, которые работают с нами по 12 лет. Ну, то есть с открытия магазинов, с открытия первых магазинов. И мы проводим анализ таким образом. Мы просим работать по каталогам, чтобы покупателю показывали эти каталоги, чтобы покупатель ставил галочки, что ему нравится, что ему не нравится. Они приезжают в офис, вот эту информацию все привозят, и мы уже на основе этой информации делаем сейчас заказы. Там и цены у вас есть, да? То есть картинка, цена? Да. То есть вы эту работу проводили или будете проводить дальше? Обязательно. Сейчас это еще актуальнее стало. То есть вам сейчас нужна информация от тех компаний, с которыми вы сейчас, возможно, не работали. То, что вы ищете новое. Полностью информация о том, что они предлагают, каким ценам, на каких условиях. Мы постараемся вам помочь с помощью наших возможностей по журналу. Информации много, поэтому будем собирать предложения такие и давать, проводить. Спасибо. А так как мы чувствуем вас очень перспективного, активного, мудрого руководителя, который только растет, слава богу, то хотелось бы, чтобы такая тенденция продолжалась дальше. Я надеюсь, что у нас все получится. Спасибо большое. Спасибо вам. Я вам желаю удачи, процветания и успеха в нашей нелегкой работе. Все взаимно. Будете вы процветать, будут процветать поставщики, будут давать нам рекламу, и все будем быть хорошо. Но для этого надо работать вместе. Почему мы и оближаем сейчас города российские, нам хочется познакомиться с такими коллегами. Вы, мы с вами, которые уже столько знакомы, оказывается, но еще много есть познакомок. Поэтому будем вывести самые лучшие умы и помогать им вести бизнес. Спасибо вам. Вам спасибо. Спасибо.